В храме Рождества Христова после Божественной Литургии был отслужен молебен. Духовенство, рождественские казаки и прихожане храма помолились о защитниках Отечества и о всех, участвующих в специальной военной операции на фронтах и в тылу, о врачах и мирных жителях, и о тех, кто помогает стремиться приблизить нашу победу. Воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость Духа им не спасли, от смерти и ран и пленения сохрани. Сейчас крайне важно молитвенно объединиться и духовно поддержать тех, кто воюет за нашу Родину, помолиться о своих близких, о братьях, сыновьях и отцах, которые еще вчера были рядом, а сегодня защищают родное Отечество, помолиться о тех, кто находится в госпиталях и о тех, кто ждет с фронта своих родных и близких. Нужно молиться за братьев нашим. Им сегодня нелегко. И наша помощь может быть только молитвенной. Вот сейчас мы слушали один рассказ одного защитника нашего, который рассказал, что тяжело, трудно и страшно. И гремит, и взрывается, и братья погибают. И вот молитва, помолившись, появляется внутри человека некая духовная сила, вот та сила, о которой мы сегодня просили с вами вместе, нашим воинам, чтобы укрепить их духовные силы, чтобы они могли преодолевать страх, чтобы могли преодолевать трудности, которые выпали на их жизненном пути, и чтобы они вернулись живыми. По благословению настоятеля храма, отца Александра, молибен будет совершаться ежедневно. Очень важно сегодня сплотиться нам здесь, в нашей мирной жизни. Наша крепкая молитва всем приходом будет очень помогать нашим воинам на полях сражений, отцам, сыновьям, братьям, у кого они там. И здесь самим нам эта молитва очень помогает. Приходите, дорогие мои, будем вместе молиться. Приглашаем жен и детей мобилизованных, а также всех желающих.